Привет, друзья! Сегодня в эфире увлекательный топ на новые игры, которые появились относительно недавно на геймерском рынке. Готовы узнать, во что стоит поиграть? Тогда давайте начнём! The Elder – это научно-фантастическая адвенчура, которая погружает в мир выбора и последствий. Представьте себя застрявшим на недружелюбной планете, где не на кого положиться, кроме собственной изобретательности. Таков интригующий замысел этой инновационной игры, которая погружает в мир параллельных жизней и альтернативных реальностей. Отправляясь в это путешествие, вы берёте на себя роль Яна Дальского, рабочего, который совершил аварийную посадку на чужой планете и теперь стоит перед проблемой выживания и спасения. Чтобы справиться с этой опасной ситуацией, Ян создаёт клоны себя, известные как альтеры. Они обладают индивидуальностью и историей, на которую влияет решение, которое принимал или мог принять главный герой на протяжении своей жизни. Предстоит управлять отношением между этими двойниками, которые обладают различными навыками, целями и эмоциями. Переключение между альтернами позволяет использовать их уникальные способности для решения головоломок, преодоления препятствий и борьбы с противниками. Также можно вступать во взаимодействие с ними, погружая в их индивидуальные истории и влияя на решение. Крайне важно подходить к каждому действию с осторожностью, поскольку выбор будет иметь далеко идущие последствия как для вас, так и для ваших двойников. Боксист Лост Фрагментс бросает вас с головой в роскошную позолоченную клетку таинственного особняка. Вы мастер вороства, соблазненный шепотом о забытых богатствах и рассказанных секретах. Но блеск золота быстро тускнеет, когда вы натыкаетесь на серию загадочных коробок головоломок, каждый из которых – тайный замок, открывающий скрытую истину. То, что началось как дерзкое ограбление, превращается в отчаянную борьбу за выживание. Некогда гостеприимное поместье превращается в лабиринтную тюрьму, каждый уголок которой наполнен тревожным чувством. Часы тикают не позолоченными стрелками, а в ритме вашего собственного страха. Являетесь ли вы всего лишь пешкой в древней игре, или ваши ловкие пальцы и хитры ум смогут разгадать код к вашей свободе? Речь идет о разгадывании секретов дома по одной шестеренке за раз. Каждая тщательно проработанная головоломка – свидетельство забытой изобретательности, отголосок давно исчезнущей цивилизации. По мере того, как вы открываете их секреты, гнетущие сены начинают дышать, открывая потайные комнаты и забытые проходы. С каждым щелчком, клацанием и удовлетворительным стуком вы станете наближе к истине. Но будьте внимательны, особняк ревностно хранит свои знания. В тусклых уголках копошатся тени, а в прохладном воздухе витает шепот. Чем глубже вы погружаетесь в тайну, тем сильнее стирается грань между охотником и преследуемым. Steel Wakes the Deep – это игровой проект, который позволяет игроку погрузиться в удивительное экшен-приключение в стилистике психологического хоррора. Именно здесь игрок может погрузиться с головой в настоящий ужас, который будет разворачиваться на экране. Сюжетная линия берет свое начало в далеком 1975 году. Все действия игрового процесса будут происходить на территории буровой платформы под названием Be'eradi, что расположилось в замерзающем северном море около Шотландии. В качестве главного персонажа игроку необходимо взять под свой контроль одного из работников буровой платформы, который старается сделать абсолютно все для спасения своей жизни в условиях сильнейшего шторма, а также таинственной угрозы, что таится на территории платформы. Лишь один человек, который должен противостоять сильнейшей опасности для того, чтобы не только выжить самому, но и спасти от верной смерти собственных товарищей по работе. Повествование ведется от первого лица. Геймерам необходимо будет двигаться по территории платформы, бегать, карабкаться, а также плавать по затопленным коридорам. Не стоит забывать о том, что вокруг бушуют очень мощные волны, которые могут значительно помешать исследованию, а также достижению главной цели в виде спасения своих коллег по работе. Чтобы остаться живым, необходимо будет взаимодействовать с разнообразными устройствами на территории платформы, а также закрывать двери за своей спиной. Ghost of Tsushima. Видеоигра в жанре экшн-стелса от третьего лица с открытым миром. Действие происходит в 1274 году на острове Tsushima в Японии. Дзин Сакай главный герой, который выступает против первого монгольского нашествия на территорию Японии. Tsushima была полностью захвачена и разграблена Золотой Ордой. Воин готов в одиночку дать отпор завоевателям, чтобы отомстить за поруганную честь родной земли. Он чтит самурайские традиции и использует нетрадиционные методы борьбы. Ему противостоит монгольское войско под командованием хитрого, здравомыслящего и беспощадного Хатунхана. Система прогрессирования включает в себя изучение различных боевых приемов, таких как тактика самурая, а также тактика скрытности и позиции, чтобы помочь Джину сражаться с самыми разными врагами. Основная сюжетная линия разветвляется на множество побочных пестов, которые можно выбрать для получения дополнительных навыков брони, оружия и опыта. Предусмотрена динамичная смена погоды и времени суток, а также несколько настроек сложностей, которые можно регулировать практически в любое время на протяжении всей игры. Spine – это динамичная игра в жанре экшен от первого лица, действие которой разворачивается в недалеком убранческом будущем. Улучшайте возможности своего тела до максимума с помощью установки имплантов, чтобы стать более смертоносным для победы над врагами. В игре рассказывается о мире в стиле киберпанка, в котором искусственный интеллект под названием Tensor смог сделать из города настоящий рай для жителей. Но не все люди согласны жить в таком режиме, они подозревают что-то неладное и собрали скрытую оппозицию. Выберите одну из фракций и вступайте в открытые конфликты на улицах города, чтобы отстоять свою точку зрения. В игре вас ждет огромнейший арсенал возможностей и умений, которые основаны на технологиях Spine. Сделайте своего персонажа сверхскоростным для мгновенного уничтожения целей. Добавьте дополнительную конечность, чтобы увеличить огневую мощь или одарите его супер силой и крушите все подряд. В этом будущем, как впрочем и в этой игре, все стало возможным. Project The Persidive Многопользовательский игровой проект от китайских разработчиков, переносящий нас в фантастически открытый мир. Вот уже многие годы местным жителям приходится вести борьбу с адскими созданиями, стремящимися поработить все человечество. Вам предстоит исполнить роль великого мастера, которому нужно уничтожить темные силы и спасти простых людей от практически неминуемой гибели. Вооружитесь большим мечом и отправляйтесь в путешествие по бескрайним просторам, где вас уже ждут хитроумные загадки, опасные чудища и запоминающиеся персонажи. Именно вы должны стать тем храбрецом из древних мифов, который сразит чудищ и вернет миру свободу. Если же этого не произойдет, то мир погибнет, забрав с собой всех представителей людского рода. Взаимодействуйте с другими игроками, выполняйте задания и улучшайте характеристики своего персонажа в каждый удобный момент времени. Кроме обычных врагов, вам придется сражаться еще и с боссами, обладающими чудовищной силой. Обширные локации, удивительные легенды, сокровища и битвы все это позволит вам почувствовать себя реальным бойцом, от действий которого будет зависеть судьба миллионов людей по всему фантастическому миру. Вэй Вин Смит Компьютерная игра, относящаяся к жанру приключений и экшена. Разработчики представили проект с открытым миром, где геймеры будут покружаться в интересный сюжет от третьего лица. Главный персонаж обладает суперспособностями, вроде умения ходить по воде, а также выполнять разнообразные трюки в воздухе. Событие игры разворачиваются на территории Китая в 10 веке. Молодой парень, который всю жизнь занимался фехтованием, решает отправиться в увлекательное путешествие, чтобы посмотреть мир. Окружающая среда оказывается не совсем благоприятной для главного героя, поэтому он быстро наживает себе врагов, которые готовы снести ему голову с плеч. С помощью определенных комбинаций можно наносить комбо-удары сопернику, а также вмешиваться в судьбу других людей, защищая своим оружием более слабых оппонентов. На пути у главного персонажа будут встречаться различные протагонисты в виде монстров, людей и даже диких зверей, которые недружелюбно относятся к чужакам. Игрок может выбрать свою стратегию и решить спасать только себя, либо же можно помочь другим людям, которые оказались в сложной ситуации. Squadron 42 – это долгожданная однопользовательская игра в жанре космического симулятора, действие которой происходит во вселенной Start Citizens. Геймеры берут на себя роль пилота, известного как член эскадрильи 42, и перемещаются по динамичному игровому миру наполненными действиями и приключениями. Игроки получат доступ к различным современным космическим кораблям, каждый из которых обладает уникальным оружием и способностями. По мере прохождения они смогут улучшать и настраивать свои корабли, чтобы они лучше соответствовали их стилю игры. Сюжет разворачивается в 2942 году, когда человечество распространилось по галактике и образовало объединенную империю Земли. В ходе прохождения игры игроку предстоит столкнуться с разнообразными персонажами, включая коллег-пилотов, офицеров и даже инопланетные расы, на различных локациях, включая космические станции, планеты и астероидные поля. Игроки будут участвовать в напряженных схватках с вражескими истребителями и капитальными кораблями, используя разнообразное оружие, такое как полностью автоматическая штурмовая винтовка типа Bullpup, и мощное энергетическое оружие, способное быстро уничтожить вражеские корабли. Гладиатор, гилд-менеджер, арена, баттлер в сеттинге средневекового фэнтези. Вы управляете командой гладиаторов, участвуя в эпических сражениях с различными существами и тварями. Создайте собственную гильдию, нанимайте и обучайте гладиаторов, разрабатывайте всевозможные тактики и уникальную стратегию. Взращивайте юнитов новобранцев, настоящих могущественных воинов, которые смогут принести вашей гильдии всенародную славу. Прокачивайте их навыки, экипируйте героев только эпическим снаряжением и так далее. Каждый отдельный воин в игре это уникальная личность со своими сильными и слабыми сторонами. Каждый герой владеет индивидуальными видами оружия и сражается при помощи особых тактик. Комбинируйте способности своих героев и создавайте несокрушимую команду. Сделайте так, чтобы герои дополняли способности друг друга. Ваша задача состоит в том, чтобы уничтожить вражескую команду. Выбирайте свое направление в развитии. В зависимости от того, какие воины или маги у вас в партии, меняется и боевая тактика. A-Limit это вдохновленные серии Dark Souls ролевой экшен с хардкордной боевой системой и оригинальным визуальным стилем. Человечество находится на грани исчезновения, из-за чего люди вспомнили легенду об Элизиуме. Он расположен в последнем городе Хевенсуэле, который на деле оказался руинами. В качестве отправленного задания Блейдера вам потребуется пробраться по обломкам цивилизаций и выяснить, какие секреты хранятся в глубинах, а также столкнуться с опасностью в виде могущественных существ. Как они здесь оказались и каково их предназначение? На эти вопросы нужно будет найти ответы. Погрузитесь в научно-фантастический мир, где столкнетесь с технологиями и мифологическими персонажами разных эпох, чтобы узнать правду и отыскать то самое место из древних легенд. В качестве главной героини выступает бессмертный Блейдер, который хоть и напоминает девушку, но на деле является созданной с помощью загадочных технологий машиной. Кстати, попутно с основным сюжетом вы узнаете, как появились подобные механизмы и каково их предназначение. Несмотря на то, что игра разделена на локации, все они достаточно масштабные и предлагают огромный плацдарм для исследования. Изучайте каждый сантиметр новой области в поисках секретных проходов и тайников, а также собирайте валюту и пополняйте коллекцию найденным оружием. Почаще заглядывайте в инвентарь и изучайте возможности нового оборудования в поисках универсальной комбинации для победы над могущественными противниками и боссами. Спасибо, что были со мной все это время. Надеюсь, что мой топ помог вам выбрать интересную игру для вашего времяпропровождения. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки под видео. Увидимся уже в следующем видео. До скорых встреч и всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok